Всем хай! Критули, девчонки! И снова мы сегодня с Дарой Граф собираемся для того, чтобы поесть хавку из фикс-прайса. Но случился рофл-прикол. Случился конкретный рофл-прикол. Даша нашла какой-то фикс-прайс. Я... Что это? Какая-то лютейшая промзона. О, кстати, манимая лавка, манимая лавка. Я гиперпоп-певец. Отстаньте. Я долго не могла решить, стоит ли что-то выкладывать в это время. Но многие хотят просто хотя бы на пару минут забыться и получить хоть какие-то позитивные эмоции. Это видео для тех, кто ищет позитива. Приятного просмотра! Явно мы пришли в место такое. Профессиональное. Экспертное. Да, хорошо наденем. Слушай, может быть, пойдем в салон на рынке? Можно просить, а как ты это место нашла вообще? Ближайший к дому просто. Я ехала 8 минут. Смотрите, какие трусы с доступом. Это для меня. Экспертные. Хочешь купить у тебя эти трусы? Подскажите, пожалуйста, а вот тебе трусики можно? Которые белые? Ага. Белые, я могу делать. А есть еще какие-то? Черные. О, есть черные и красные. Какие ты хочешь? Как ты считаешь, какие лучшие? Я думала, что нужно брать красные под цвет волос. Ладно. Под цвет волос, пожалуйста. В этом сезоне мода. Волосики вот эти пизы теоретовые. Да, сейчас очень модно. Вот такие вот волосы и вот такое вот нижнее белье. Да, это прям очень модно сейчас. Да. Всего хорошего. Умаева мусинь дают. Да, знаешь, после того видео, где мы жрали просто вот это вот сладкое, я просто не могу ничего сказать. Это я мечтаю перейти к моему. К моему набору еды. Это специально для тебя. Звучайный гриб. Вот и узнаешь. Кус с грибом антипохмелин. Посмотри, как он выглядит. Я ждала этого. Лиза, мне кажется, это очень плохо. Это надо заварить? Это придется есть и пить. Смотри, даже я тебе научу. А теперь ты должна понимать, что это живая штука. Какого херена ты меня бесишь? Во-вторых, если ты поместишь его в банку, и оно будет у тебя вот так вот стоять, он начнет давать детей. И в итоге он расплодится, и там и будет... Что такое это? Пиздец, еще стало страшно, реально. Оно реально выглядит как живое. Это потому что есть живое. Дальше у нас бульба стикс. Это картошечка для гарнира. Я здесь могла пройти мимо, поэтому дольчика пучино. Это хорошо будет. Дольчика пучино будет классно. Фоня гриба и всего остального выглядит. Во! Печенье шахматный. Слодыч. Напиток. Смотри, какой я взяла. О-о-о! Фундук, шоколад, 100% растительный напиток на рисовой основе. Прыщи не вылезут. Чипсы 5G со стейком на углях. Мода Токио. Потом я для нас, для чемпионов пила два бокала. Чтобы мы из них пили. Это будут специальные бокалы, которые будут у тебя. Мы, когда будут к тебе прижать, мы всегда будем вот так делать. И пить из них. Обалдеть. Знаешь, кому я эти в стаканах разных? Будет еще на два больше. Так, дальше. Пока я не готова тебя шокировать остальные содержимые этого пакета. Ну, Баунти обыкновенный, но Баунти скоро будет раритетом, потому что поговаривают, что Баунти закрывается. Поэтому купила Баунти последний, так сказать, экземпляр. Я неправильно сильно люблю Баунти, потому что оно у меня... А, застревает в своих брекетах? Абсолютный твой личный краш-мейлер с соленой карамелью. Специально для тебя. Ладно, ты не будешь это есть, я с тобой. Недопитая машина... Ой, недопитая бутлок из моей машины. Еще один Роллтус. И самое последнее, чем я хотела тебя угостить. А, нет. Труфельные, мясные. Труфельные, кто? Тифтели. А кофе-хиста? Таксиста? С милкой? Нет, с картошкой. Ба! А их можно наструю? Да, они готовы уже к просто погреться. Класс! Я не знаю, что мы сегодня пообедаем. Если что, таблетки в желтое есть. Даша уже предусмотрительно одну выпила. Нет, но забора у нас точно с тобой никогда не будет с такой едой. С такой до забора у нас не будет никаких проблем. Как мы назовем нашего ребенка? Петр. Петр мне нравится. Гриб Петр звучит потрясающе. Чипсы 5G, стейк-люгля. Так, давай. Оно выглядит в форме подушки. Это пахнет очень вкусно. Да, я просто сломалась. Это реально очень вкусно. Это реально 5G. Я вообще не ждала, что это будет хотя бы как-то нормально. Но это вкусно. Почему? Я очень люблю барбетю. Это соус барбетю. Вот. Надеюсь, это была не самая лучшая вещь в этом списке. Что это просто была хорошая вещь. И еще лучше нас ждет впереди. Потому что, знаете, будет обидно, если самое нормальное мы съели в самом начале. Так, Роксан, я понимаю, мы оставим на потом. Да. Предлагаю налить нам фундук в шоколад. Так, надо стакан помыть. Да, давай помой мы стакан. И хочется их помыть прям хорошенько. Иди пока их сполосни. О, красиво. Так, сейчас погоняем. Погоняем. Молочекос фундуком. Ну, слушайте, выглядит шоколадным. Так, достаточно. Думаю, попробуем. А, нет! Ребятки, знаете, вы очень часто у меня спрашиваете, какую косметику вообще используют в качестве повседневной. Что использовать, чтобы было не супер дорого. И чтобы можно было купить в свободном доступе практически в любом. Я хочу вам все еще порекомендовать косметику, которая у меня была в бьюти-боксе. Когда-то они выходили. Значит, смотрите, что у меня есть. Из тональных кремов я буквально советую то, что было у меня в бьюти-боксе. Это вот такой вот тон от Art Visage. Называется он Cover Face. Он очень стойкий. Он очень легко растушевывается. Легко наносится и выглядит максимально естественно. При этом обеспечивает такой, знаете, красивая матовая. Блин, на матовую все они не бывают. Но вот он как будто бы матовый, но как будто выглядит натурально. Очень его рекомендую. После этого также от Art Visage я беру вот такой вот консилер. Посмотрите на его кисточку. Называется Miracle Touch. И наношу локальную на эти зоны, которые я хочу немножечко откорректировать. Абсолютно легендарный гель de Bravais от Art Visage. Также наношу сюда, наношу сюда. Это, знаете, уже такая просто абсолютнейшая классика. Кстати, тоже была у меня в бьюти-боксе. Ну и в самом конце, если я хочу прям супер-мега натуральный макияж, я использую вот такой вот скульптор от Estrada. Он мелкодисперсный, поэтому выглядит максимально естественно. И посмотрите, у него цвет, ну, в прямом смысле слова тени. За счет чего я очень люблю эту скульптор. Ну и, соответственно, получается максимально беспалевно. Потому что даже если его много нанести, она выглядит просто как тень. Вот она у меня появилась. Во! Ссылочки на продукты я оставляю в описании, поэтому чекните. Это, на удивление, очень вкусно. Прям очень вкусно. Знаешь, на что это похоже? Ты ела йогурт, который такой, как будто бы зебровая упаковка, коричнево-белая. Там тоже орешки нарисованы, вот такой небольшой. Поняла, да, Чумя? Он тебе есть, что ли? Да! Это буквально вот этот вкус. Получий вкус. Это тот же вкус. Да, только этот йогурт один 150 рублей. А вот это молоко стоило 80. Ну сколько молока? А, ну хорошая цена. Хорошая. Все, ребят, можно пить. Рекомендуем. Секси! Теперь хочется перейти к токийской моде. Потому что токийская мода все еще лучше. О, смотри, здесь есть мода разных стран. Мода России, мода Италии, мода Франции. Пипец! А, это прям... Да. Мода? Это мода Токио. Жизнь со вкусом. Ну-ка, пробуем. Может, немного побелел? Мне кажется, он просрачивается. Когда шоколад белеет, он становится уже просраченным со мной. Ой, бля, я уже не плеванула, Лиза! Нет. Ужас! 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 Какой ужас, Лиза! Что это вообще такое? Мррр! 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 Почему Токио на этом? Токио вообще не такое по вкусу. Не такое! Не! Бульба стикс. Из натурального картофеля. Я до сих пор прив... Я чуть не блеванула, мне это ротный флешка появился. Да что ты закоковкой? Пахнет кетчика. А, не со вкусом кетчика. Логично. Пахнет прям сильно. Сильный блюм не взять даже. Надо засыпать просто в рот. А мне, кстати, понравилось. Да. Хорошая. Мне бы брать тяжелые, тишка мелкие. Да. Ой, мне понравилось. Или это может просто после Токио? Ну да. Ой. Вот это еда. Я хочу медленно. Вкусно. Вкусно. Очень хорошее. А что ты взяла вообще баунсер? Это раритет, который я себе оставлю. Когда их не будет в продаже, я такая... Выстошь на Авито. Давай выставим на Авито гриб наш. Сделаем ребенка грибу. И выставим на Авито. А как ты это представляешь делать? Есть туториал целый. Дай телефон. А это сделано из гриба? Это прям гриб. Это и есть гриб. Обычно он выглядит вот так, смотри. Выращиваем чайный гриб в домашних условиях. Выглядит вот так. Я хочу сделать чай с ним. Или что с ним нужно делать? Как его заваривать? Там есть инструкция вращения? А-а-а. Это долго. На 5 ш... Анат, его только через 2 недели можно есть. Давай его просто хотя бы понюхаем. Нет, давай потом это сделаем в туалете, чтобы смыть сразу. Потому что я думаю, умрем. Давай. Это очень долгий настой. То есть если тебе похмелье и срочно надо что-то, тебе нужно 2 недели ждать. Посмотри, как он расславился. Блин, вы не видите. Там прям слюнь как будто. Печенье шахматное с лодочью. Самое обычное печенье. Я от них еще детство. Какие-то утренние, знаешь, такие типа. Которые, знаешь, в таких местах, где плачешь 100 рублей, и там тебе дают печенье. Печенье. Ну-ка. По запаху вообще как обычный юбилейный или как он там называется утреннее? Фу. У меня мама такие печеньки, знаешь, туда добавляла сметану, склеивала, в холодильник засовывала, и получает очень вкусные нежные печенья. Кто так делал? Это печенье со вкусом туалетной бумаги. Говно. Согласен, мы прям бумажное. Согласна. Так, ну что, тогда идем заваривать? Да. А потом, как мы вот этого навернем мясца? Мясцу само себя не приготовит. Так, мы сливки автельком, нужно заварить картофель пюре. Я думаю, что я что-то погрешила, когда взяла 2, поэтому 1 мы оставляем Дашу в дар, Даш, питайся. Второй завариваем. Ищем отметку, видите, вот там вот отметка есть, она специально сделана. И доливаем кисточек ровно до этой картофельки. Хоть смеется надо мной, но кто-то не умеет заваривать ровно. Я ему сейчас полезное дело сделаю. Я здесь тут и молчала. Да, судите ли, молчала. Вот, останавливаемся. Нужно размешать, желательно не пальцем. Но так как у меня ничего другого нет, то я не буду размешивать пальцем. Да и что? Оставляем. Есть вообще вопросы, как открывать мясные тевтели. Но Даша сказала, что в этой хате, возможно, будет открывашка. Подожди, это штопор для вина, по-моему. Возможно, тут и открывашка есть. Это же шведский нож. Швейцарский. Коса. Штопор не был обнаруженным, но можно было и крышку сделать. Кто вообще такое? Да, кстати. Очень странно. Давно так уже никто не использует. Скажу, что у тебя одна рука без ногтей. Да. С ногтями это было бы сделать невозможно. Опа. Подожди, переберем. Ну блин, мясные тевтели. Пахнет. Как? Понюхай хотя бы, как пахнет для начала. В общем, мясные тевтели мы не открыли, но я вернулась с золотом. Нам предстоит это попробовать. Но у нас очень малое количество еды. Эта крылашка, мне кажется, нам еще не мылась никогда. Нам предстоит это есть. Я не сходя буду это есть. Но мы маленькие, мы сходим это, Валерия. Нет. Я съела микро маленький кусок, а в целом я могу отметить, что... Да ужасно будет. Да? Да нет, вкусно. Когда сейчас будешь чайный крик пробовать? Мы сейчас его попробуем. Ну попробуй вот этот кусок. Да, это свой личный кусок, да? Господи, да очень плохо. Да уж ужасно. Ты хочешь что-то добавить в рот? Я хотела, но теперь не хочу, потому что у нас нет открывашки и только по этой причине. И Мэджин даже сказала, что она никогда не пробовала картофельное пюре. Я не пробовала именно ротом, но пахнет оно очень вкусно. Ну как будет? Выглядит тоже как пюре. Ммм, выглядит все-таки как настоящее пюре. Да, оно очень вкусное. Я поэтому взяла для наших тевтелек, но я не знала, что там будет такой конфуз. И это просто с порошка сделала? Да. Порошок вода, причем я еще не очень хорошо его залила водой, потому что я сделала меньше, чем нужно. Угу, я в шоке. Я так люблю картофельное пюре. Вот, я тебя оставила одно в дар. Сегодняшнем, когда я выйду, будешь вспоминать меня, съешь. Когда ездите ролл-тен, картофельное пюре, вспоминайте меня. В общем, мы посмотрели, почитали, чайный гриб просто так нельзя, ну, взять, купить и выпить. Его нужно готовить две недели. Поэтому мы решили сейчас просто прийти в туалет и открыть его там. На случай, если вдруг будет очень вонять и мерзко, мы его сольем. А если он вдруг на нас нападет, мы снова его сольем. Я боюсь чайный гриб. Знали бог, где зафиксирован мой телефон. Я спаду, я спаду, я спаду, я спаду. Бля, он не сидит, я вот такой жоп. Почему? Он упадет? Кто? Любон. Кто? Он хорошо стоит на стульчике? Бо-о-о-о-о-о-о-ой-боже. Я лучше унитаз понюхаю. Что? Что за реакция была? Там все пиздец. Это как будто моча, которая была замучена в уксусе, которая протухла. И не знаю, и спрашивают, куда такие познания. Кошмар. Он меня пугает. Ты хочешь там выпить? Я не пугалась, а ты не хочешь? А если тебе заплатили, за сколько бы ты это выпила? Да еще 100, по-моему, и подумала. Ты же 500, я думала. Ты же 500? А за сколько бы не согласилась? Ребят, за сколько бы вы согласились? Он не упал в туалет, но он буквально был на краю. Сколько бы согласились это выпить? А я не знаю, как пахнет оно. Блин, ну представьте, что это пахнет как моча. Да, моча с уксусом и... Протухшестью. Да. Воняет. Ну все, ребят, всем пока. Пока, чайный гриб. Извини, Даша, мы смываем твоего ребенка. Прощай, ребенок, Петр. Посмотри, как он выглядит. Даже ты петра срываешь. Даша, не срывай петра. Даша, Даша. Даша. Дашечка. Внутри кофе состоял из двух ставий. Топпинг, какао и само кофе. Итак, заливаем кипяток. Пока что выглядит так и пахнет очень вкусно. И как пена. Да, это будет очень хорошо. Пена прям такая, рабочего характера. Типа сверху вот это, да, еще добавляем? Да, это вот прям сейчас нужно посыпать для красоты. Хорошо. Ну прям как в кофейне. Пробуем кофе, Лису уже все выпил. Это неправда, я хотела сделать вид, что я только-только сделала хлебок, но я выпила почти до конца. Пульк. Ой, такое сладкое. Мне так понравилось, как ты проигнорировал мой пульк. Мы только что очень сильно орали от одного, скажем так, звукового эффекта. Только вы скоро узнаете. Пульк. Да, вот, не скажу вам, что это звукового эффекта значит, но проорались мы тут знатно. Сделаем фит, как зафитимся. Главное, чтобы какашка плюхнулась. Пульк. Наши две. Потому что такая здоровая прям. Плюх. Плюх. Да, я знаю, что это видео очень хаотичное, но вот такое вот оно.